Всем привет, дорогие друзья, с вами Павлов Ревью. Сегодня у нас будет трэш-обзор на довольно неприятный фильм Деррика Борта «Неистовый». От этого фильма, как говорится, знатно полыхало. Давно я не видел настолько бессмысленного, жестокого фильма с кучей клише и настолько предсказуемого. Ну что, ребят, трэш-обзор? Пощады не будет! Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Фильм, как вы поняли, мне не понравился. Лучше бы я в шоу после 20 минуты, потому что я уже мысленно знал финал и чем все это кончится. Итак, что там с сюжетом? Это самый большой минус фильма, херовый сценарий. Сюжет рассказывает о неком Томми Купере. Кто он такой, вам никто сообщать не собирается. А в ваших глазах он будет просто безумным мужиком или Расселом Кроу. Ладно, и так сойдет. Но перейдем к сути. Он сумасшедший, ненормальный, доведенный до точки кипения. В начале фильма он жестоко убивает семью и поджигает их дом. За что он их убил? Почему именно их? Какие у него мотивы? Думайте, что хотите, ваше право. Основная версия, потому что псих. Ну нахер. Я слышал, есть неписанное правило в детективах. Нельзя, чтобы преступник был сумасшедшим. Тогда рассыпается вся интрига. А в триллерах выходит можно. Ну ладно, псих так псих. Но вряд ли он всегда был психом. Из-за чего-то-то он спятил. Сценаристы. Может что-то с работы? Да и похер, просто сумасшедший. А про работу мы так немного намекнем. Как-то вот и все. Прямо и тупо. В хороших фильмах, где есть психи, нам четко объясняют, почему они спятили. Либо это раскрывают в начале, либо раскрывают по ходу фильма. Это либо биография главного героя, окружающая среда, тяжелое детство, как в фильмах Джокер и Темный рыцарь. Потом повернулся и говорит, чего ты такой серьезный, сынок? Либо проблемы с семьей или работой, как например в фильме «С меня хватит» режиссера Джоэла Шумахера в главной роли Майкл Дукас. В неистовом же нет какой-либо биографии или мотивации. Создатели как-то вскользь упоминают что-то про работу и таблетки. Но толком не объясняют этот пункт, и это сразу забывается. Также еще пару минут уделяется проблемам развода. Но это происходит настолько мельком, что вы тоже сразу забываете это. А по факту получается псих, потому что псих. Жизнь такая. А почему она такая? А потому пара фраз это не раскрытие образов. Так за героев никто переживать не будет. Вернемся к сюжету. Разборки на дороге. Главный гад стоит за разу на зеленом и не едет. Женщина ему сигналит. На его взгляд слишком долго и раздраженно. А вы как бы сигналили в такой обстановке? Псих считает это оскорблением, хотя сам виноват в этой ситуации. Дальше он пытается задудно учить эту женщину типа вежливости. Нервная женщина, понятное дело, огрызается и не намерена извиняться. Принимаете извинения? Не отвечай. Тоже извинитесь и забудем об этом. Мне совершенно не за что извиняться. Она же не знала, с кем имеет дело. Тогда бы 10 раз извинилась. И этим, возможно, все бы закончилось. Да, женщина неприятная, но это не повод убивать ее семью. И вот из-за невежливого поведения женщины, он готов ее убить, а также убить с особой жестокостью всех ее родственников. Идея фильма показать, что не надо быть козлом на трассе. Без шуток, об этом весь фильм. Ну да, ну да, пошел я нахер. Ну а дальше по стандарту подобных триллеров. Экшен запущен. Дальше. Обмен телефонов. Угроза всем родным. Убийство нескольких ни в чем не повинных людей с особой жестокостью. И предсказуемый финал. С кучей предсказуемых ходов. Чем оправдать его действия? Стрессом, агрессивностью окружающих, невоспитанной грубостью простых людей по отношению друг к другу. Только это не его случай. Еще можно было бы понять его нервный взрыв. Но он постоянно провоцирует, мотивирует и управляет своей жертвой в нужном ему направлении. Словно кошка играет с беззащитной мышкой с адистской жестокостью. И это нехорошо. Сюжет супер заезженный и неинтересный. Он каждой сценой раздражает. Смысл. Хамство и жестокость порождает жестокость. О боже! Открыли Америку! О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. И постоянные клише, ожидаемые сюжетные повороты и предсказуемый финал. И настолько все тупо и прямолинейно. Вот, сравним с фильмом «С меня хватит», где герой Мэкла Дугласа тоже спятил. И неспроста. Месяц назад он лишился работы. Также суд запретил ему приближаться к бывшей жене Элизабет и дочери Адель. Была причина. По ходу сюжета фильм нам рассказывает историю про работу и корпорацию, где главный герой работает. Точнее, уже не работает. Я экономически не выгоден. Также историю разрыва семьёй, как семья ушла от него и так далее. Также он бесится по разным бытовым вещам, типа завышения цен в ларьках. За это он берет и разносит магазин. Аспирин. Сколько стоит? Три сорок. Я тебя умоляю. Также его раздражает обслуживание фастфуд. То, что он не успел купить завтрак до 12, хотя время всего 12.03. Также его раздражает вид бургеров, которые вообще не соответствуют рекламе. Герой не убивает тех людей, кто ему не дал завтрак или завысил цену. Все мы сталкивались с подобным и знаем, как это бесит. И ты даже в конце сочувствуешь ему. Я строил ракеты, знаете? Да. Я помогал защитить Америку. Я заслуживаю вознаграждение, а не этот пластический хирург. Они мне солгали. В фильме же неистовый, ты не сопереживаешь с персонажем. Для тебя они картонка номер один убийца и картонка номер два жертвы. В начале фильма «С меня хватит» это огромная пробка, которая запускает сюжет. Герой бросает машину и уходит к дочке на дне рождения. Это его дочка кипения. Ты куда это пошел? Домой. В нашем фильме, как уже сказал, сразу показывает спятившего персонажа, который стоит на зеленом светофоре. Это не момент закипания, а просто очередная обида персонажа, которая потом перейдет в бессмысленное насилие. Персонажи раздражают, не вызывают симпатии и даже жертву особо положительной не назовешь. Они никакие, безликие. Героиня мать-одиночка, погрязшая в жизненных проблемах. Муж хочет отсудить дом, денег нет, с работы увольняют, на шее сын и безработный брат. А тут еще и пробки и опоздание на работу. Еще что неприятно в этой ленте это бессмысленная жестокость. Ради ничего. Это очень неприятно смотреть. Как Рассел Кроу пытает несчастного брата главной героини, заставляя его делать всякую бессмысленную хрень. И не говорите, что у меня проблема с восприятием насилия. Я смотрел дом, который построил Джек Ларса фон Триера. А там было гораздо жестче. Убитых было столько, но там был потаенный философский смысл. Раскручивание спирали насилия по кругам Ады Данте. И неизбежная кара за грехи. В этом же фильме глубокого смысла нет. Упорно-агрессивные чувства, задерганных постоянными стрессами людей, гнев, злость и так далее. Даже после фильма ты заражаешься этой яростью. В первых минутах фильма нам рассказывают про гнев и ярость жителей. Это как главная тема сюжета. Также, что еще не понравилось? Беспомощность полиции. Сколько псих людей уже убил, мы не знаем. Но ведь же это Америка. Убивай кого хочу, а за что тебе решать? И тебе хрен поймают. Прям какая-то судная ночь. Люди почему-то забывают о таких вещах, как мобильный телефон. Никто никуда не звонит. Всем похрен, убили человека в кафе. Да и похрен. Никакой спецоперации по задержанию опасного маньяка. Полицейский в упор не может застрелить маньяка. Тот, конечно, убегает и с раны на плече спокойно передвигается и спокойно доходит до финала. А про рану уже забыл к финальной битве. Ах да, меня же стреляли. Да и пофиг, я же бессмертный. Пока меня не убьют в конце. Эффекты вполне обычные. Что-то удивительного в этом фильме нет. Ну, пару аварий неплохо поставленных. А так, ничего интересного. Жирный персонаж Рассела Кроу меня бесил весь фильм. Он предсказуем, ужасен и безумно зол. И это все, что мы о нем узнаем. Так как его персонаж картонный, совсем не раскрытый. И по факту всем наплевать, убьет он кого-то или нет. Совсем насрать! По итогу, сценарий просто отвратный. Все происходящее строится на совпадениях. Мотивация главного героя объясняется только его состоянием. Остальные персонажи постоянно тупят. И просто предельно никакие. Супер посредственный фильм, который может вызвать только раздражение. Если вам подобное кино нравится, где мужик убивает людей по пустякам, ну, ваше дело, смотрите, я не запрещаю. Другим же фильм не советую. Ставлю позорную. Три из десяти. И это стоило пятьсот шестьдесят рублей. И это еще отдельно бесит. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также пишите комментарии, как вам этот фильм. С вами был Павлов Ревью. Пока. Увидимся. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok